Ребята, мы в Жаботине, это Черкасская область. Здесь находится уникальная скважина, вода Юэй. У нас будет супер заруба. Вы много просили о встрече с подписчиками. 8 августа в Москве, 11 августа в Киеве. Глядя на эту девушку, совершенно не скажешь, что она спортсменка. Это обыкновенная блондинка из Харькова, которая, ну, телочка. Ребята, мы в Жаботине, это Черкасская область, центр Украины. Называется Центральные Карпаты. Фантастические места по красоте ни одного промышленного предприятия. Здесь находится уникальная скважина с водой, которая сегодня продается под торговой маркой Вода Юэй. Мы сегодня расскажем об этом кейсе, о том, как на этом зарабатывать, какие планы развития в инвестициях. Чистый украинский кейс. И расскажем от того, откуда она берется, куда она одевается, как она делается, какие перспективы развития. Знакомьтесь, чуваки, это наш украинский волк с Уолл-стрит. Только волк не с Уолл-стрит, а, например, с Крещатикой или с Майданной залежности. Парень настолько обломался заниматься тем, чем он занимался последних лет 20, что решил поднять рынок украинской воды. Ну и, собственно, об этом наш рассказ сегодня. Оставайтесь с нами, жмите палец. Дима, так и немного истории, как эта вся история начиналась. По преданиям, которые есть в местном краеведческом музее, какая-то девка-поразка в свое время приснился ей сон. Она страдала слепотой, незрячая была. Приснился ей сон, что нужно ей прийти на этот жерелок, которое там проистекало из-под дуба, и трижды умыться. Вот она разбудила отца, пришла туда, трижды умылась и вроде как прозрела. Ну, с точки зрения предания, 100% прозрела. И вот с тех пор, в общем-то, сюда стали стекаться паломники, установили там крест и, в общем-то, назвали этот источник Святая Крыныця. Ну вот, в общем, вот такая вот целительная вода, которая вот известна нам с 1800 какого-то года. Американцев еще и не было, когда тут уже маркетинг начал развиваться. Да. Ну-ну, и дальше? Чуть попозже, чуть попозже, в 1972 году. В 1972? Да, да, уже в 1972, это, кстати, год моего рождения. Здесь построили... Именно это стало определяющим фактором покупки этого завода. Конечно, конечно, я просто не хотел это как бы афишировать. Ну, просто ты хочешь выглядеть лучше, да? Да, да, особенно во время кредитного комитета в банке, вот, что стало как бы основным мотивом при покупке этого завода. В 1972 году здесь построили консервный завод, который начал развивать, разливать воду под торговой маркой Черкасская. Ну, потому что Святая Крыныця назвать же не могли в 1972 году. Да. Ввиду, так сказать, атеистической направленности государственной политики, назвали Черкасская. Ну, и, в принципе, в этом регионе она была как бы востребована, известна. То есть, это не какой-то самодел. Эта вода уже опробирована с давнишней историей. Мы сейчас где-то находимся 80 километров, ой, 180 километров от Киева. 220. Если напрямик, а если по дорогам, то, наверное, будет 220-230. То есть, ты говоришь о том, что вода – это два момента. Это маркетинг и сама вода. Да. Да? Да, причем самое интересное, что одно без другого не взлетает. Когда мы с тобой встречались пару лет назад, ты говорил об этой идее с водой. И ты искал завод. Да, я искал не завод, я искал воду. Потому что у меня, как человека, который никогда не был задействован в реальном производстве… Вы помните, это «Волкс Холл-стрит», да? «Волкс Крещатика». Все мусорные бумаги, которые существовали на рынке до позапрошлого года, это все были… Нет, к сожалению, не все. Большая часть. Ну, я на всякий случай не подтверждаю эту информацию. Несколько раз в своих видео упоминал то, что… Так, помогаю фонду «Запорука», который занимается детками, которые больны раком. Сегодня я подсниму свою встречу с так называемой «Табир Переможцев». Это те дети, которые рак победили. Мы снимем конверсейшн. Не знаю, как это получится. И часть войдет в выпуск. Ссылка на фонд будет под видео. Снова-таки вернусь немножко. Мы собирали деньги для Севиль, для протеза. И уже собрали полтора миллиона гривен. Поэтому любая ваша помощь будет в плюс. Это все достаточно дорогое оборудование или дорогая помощь. Будет отдельно счет для Севиль и будет отдельно счет координаты фонда. Если кто-то хочет лично увидеть, как это происходит, там будут все контакты. Приезжайте, смотрите, как ребята, девочки используют эти деньги. Одно скажу, что никто не останется равнодушным от визита. И если вы бываете в Киеве, или если вы в Киеве, не пожалейте пару часов времени, съездьте Носовские пруды и посмотрите, как выглядит дача. Сейчас, еще раз, у нас будет встреча с детками, которые с этой проблемой справились. Организаторы просто хотят помочь, подмотивировать их, что ли, как бывает. Соответственно, вот мы за этим сейчас здесь. Меня зовут Олена. Мне 16 лет. И я тут опинилась, потому что я перемогла кровь. У меня был диагноз «миродиспластистический синдром». Широка громада не знает, что такое этот диагноз. Поясните так людской умовы. Это захворювание крови, точнее, кискового мозга. Я знала, что я могу это вынести, я могу это вытерпеть. И что я маю жить, потому что в меня вернуло много людей, мне помогали, мне и надеялись на то, что я буду жить. Я просто знала, я поняла сама для себя, что я не могу загинути, я не могу померти, заради тех людей, которым я нужна. Онко – это не вирок. И хрест на этом ставить не нужно, потому что онко лечится. Само в этом помогает великая вера и добрые люди. Класс. Спасибо. Меня зовут Юлия, мне 12 лет. Я заболела в 5 лет. У меня был рак нирки. Лекаря давали... Сейчас я зацепляю. Лекаря давала... Не засмучуйся, нормально все. Не засмучуйся, нормально, все же позаду. Чому-то? Да все нормально. Лекаря давала один шанс из тысячи, когда у меня была операция. Я выживу, мама... Операция была очень долго. Мама очень нервовала. Моя мама и бабушка стояли в милеооперационной очень долго. Після операції я, слава богу, выживала. Но все хорошо. Сейчас я очень счастлива, что поделала эту хвороту. Знаете, я хочу вам сказать одну вещь, что много, кто из здоровых людей, даже не понимает, какой масштаб, например, онкозакворение среди детей в Украине. Одно они не понимают, сколько операций делается. Потому что человек живет своим жизнью. То, что вы выиграли из этой истории, и я думаю, что у многих из вас такие были истории, когда вам сказали, что шанс один из тысячи, шанс один из сотни, один из десяти тысяч. И вы в разговоре, когда перед зеркалом стоите, вы должны понимать, что вы очень нужны. Только теперь эту методику нужно применять в жизни. В жизни – это все марафон, это все марафон, это все марафон, это все борьба. Вы попадаете в конкурентное поле, где все хотят из этого мира вырвать какой-то шмоток. И ваша задача – вырвать свой шмоток, и нужно, чтобы он был больше. Друзья, у нас будет суперзаруба. Я думаю, что все зависит от качества судейства и от качества исполнения упражнений. Я настроен на качественное исполнение. У меня тактика – 15 упражнений, полторы минуты отдыха, может быть, минута 10. Буду восстанавливаться до 125 ударов. Это привычный для меня режим аэробной работы, динамичный. Я так бегаю по 400 метров. Надеюсь, что мы выиграем, но если проиграем, ничего, придется в баню ехать, пить пиво и грустить. Вечером восстановительная тренировка в Лужниках, поэтому всем добра и будьте счастливы. Макс, я тебе, как бывший мотогон, хочу сказать, что когда здороваются в перчатках, вот так делают. А, все, понял, понял. Да, Андрей, к сожалению, здесь раздевалка для молодых. Я понял. Я зашелся за раздевалку, но говорят, что здесь раздевалка для молодых. Какая у тебя стратегия? Нет стратегии пока. Мы обсуждаем с моим тренером Алексей, говорит, что надо делать быстро. Из того, что я считаю, что наоборот делать надо не быстро, но да. Старс медаль не дают. Я буду делать сериями по 15-16 раз, буду делать 20 серий и между ними буду отдыхать. Потому что у меня начинает расти пульс. Да. И если я буду делать до упора, я просто записываюсь. А если просто мне это надо делать весь час, это не получается? Ну вот у меня был, я по-разному пробовал, да, 10 час. У меня растет пульс больше 160 и doesn't work. То есть так я сделаю 300, может 350, да, а так я сделаю 100 и все, не хочется. Вот о чем мы говорили. Выходишь на 70 процентов от максимума. Я хочу, я положу перед собой пульсометр. Пульсометр перед собой. И только у меня пульс заходит до 155, я останавливаюсь, ложусь на лежак и отдыхать. Восстановился пульс до 120 и пошел опять. Из Харькова приехала русалка. Будем нырять с ластами и без аквалангра. А может без ласт, может быть. Короче, буду пытаться нырять на 150, может быть 120 метров на задержке дыхания. Интересно, что из этого получится. И вас попробую познакомить с фридайвингом, как с видом спорта. Глядя на эту девушку, совершенно не скажешь, что она спортсменка. Абсолютно. Это обыкновенная блондинка из Харькова, которая... Ну, телочка. На самом деле, когда я узнал, что она ныряет на 97 метров под воду, я охренел. Я надеюсь, что я научусь так нырять, чтобы погрузиться на 50 метров под воду. И, кстати, ставшее традиционным обращение к вам, наши друзья, если кто-то захочет видеть Наташу героем нашего влога, голосуйте, лайкайте, пишите в комментах. Это Наталья. Наталья рекордсменка мира по погружению под воду, без грузов и баллонов. Я даже не представляю, что там на глубине 97 метров. Вот Наташка расскажет. Сейчас я расскажу. Там? Там? Нет, ты не усугубляйся, я тебя остановлю. Мы сейчас пойдем тренироваться, и Наташа будет меня учить задержке дыхания. Честно говоря, в последнее время больше минуты я не задерживал дыхание. Вчера у меня был первый урок, и я задержал дыхание на 3 минуты 3 секунды. Мы сейчас будем учиться дышать полным дыханием. Полное дыхание – это то, что вам нужно для того, чтобы не дышать. Если вы хотите не подышать хорошо, сначала нужно все-таки подышать. Полное дыхание пришло к нам из йоги. Можно больше об этом узнать там, в нашем варианте. Мы просто сокращаем все пояснения. Нам нужны две части. Первая часть – это живот, и вторая часть – это грудь. Для того, чтобы дышать животом, нам нужно, точнее, не так, дыхание животом, нам нужно для того, чтобы включить максимальный объем легких, для того, чтобы дышать диафрагмой. Положи одну руку на живот, одну на грудь для контроля. Движение под рукой, которая лежит на груди, ощущаться не должно. Представь, что ты толкаешь пупок вверх на вдохе, и на выдохе подтягиваешь его, живот, пупок к спине. Выглядит вот так. Легкий тупнячок. Чуть-чуть кружится голова. У каждого это будет индивидуально. Кому-то можно три вдоха таких сделать, и он почувствует головокружение. Кому-то нужно больше, думаю, что это связано с отличной формой Андрея, что ему нужно больше подышать, чтобы почувствовать этот эффект. Ребята, первое занятие по фридайвингу. Реально чуть-чуть волнуюсь. Очень хочу проплыть 100 метров под водой, на задержке дыхания без ласт. Еще больше хочу 150 метров. Не знаю, что из этого выйдет. Друзья, вы много просили о встрече с подписчиками. Мы их таки проведем. 8 августа в Москве, 11 августа в Киеве. Пишите свои предложения по формату, где, как, сколько времени. Какие вопросы хотите обсудить. Ставьте хэштег встреча и город, из которого вы приедете на эту встречу. Анонсировать конкретное время и место мы будем в следующих выпусках. Поэтому не пропускайте выпуски. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вот так. Вот здесь надо жить. Вот здесь должна быть дача. Вот ты говоришь, что сейчас это примерно полтора миллиона. Или три миллиона. Сколько? Вот знаешь, у меня такой всегда вопрос простой. За сколько бы ты вышел в тапочках? Вот тебе пришли, сказали, нам так нравится твой бизнес. Вот дай нам финансчетность, дай нам все. И если нас все устраивает, если все, как ты говоришь, вот тебе цифра. Вот какая эта цифра? Слушай, ну как бы в ситуации, когда ты за три месяца удваиваешь объем реализации, говорить о том, за сколько бы я хотел выйти в тапочках, не приходится. То есть бизнес пока находится в состоянии свечки. То есть он растет в очень сильной... Экстремально. Да, в прогрессии. За сколько бы я расстался с брендом Вода ОА, то это минимум миллионов за 10. На сегодняшний день. Да, с учетом его как бы перспектив и динамики развития. Если считать грубо арифметически, с небольшим как бы допуском... Ну а за 8 бы отдал? Ну за 8 бы, не знаю, может быть и отдал бы. А может быть и нет. У нас потребление растет не из-за того, что прошла весна, настало лето, а потому что у нас растет сеть точек, которые его подвигают. И растет очень сильно, и потенциал для роста еще просто огромный. Потому что мы даже не занимаем какой-то там процент или долю процента рынка. Мы вообще на сегодняшний день никто и ничто с точки зрения той же Моршинской и с точки зрения глобального рынка воды. То, что мы за год зашли более чем в три сотни заведений по стране, это я говорю про Киев, Львов и Одессу, то это говорит о многом. Это я говорю заведения, это не сети, не ритейлы. Это именно гостиницы и рестораны. Поэтому если оценивать его сейчас арифметически, то он стоит где-то миллиона три. Потому что если мы сейчас производим выторг у нас там больше трех миллионов, то можно предположить, что за пару месяцев он будет где-то четыре, четыре с половиной. И здесь чисто арифметически, если брать прибыль за четыре-пять лет, то мы твердо выходим три миллиона долларов, это как бы запросто. Это мы не берем потенциал развития, понимаешь? А если мы берем потенциал развития, так вы будьте добры, заплатите в два или в три раза больше. Какие у нас цели на сегодня? У нас порубают молодых и пойти в баню париться. За их счет. Ребята, у вас кто-нибудь меньше тысячи делает за час? Надо что-то сделать с Максом Допором, он хочет делать в бронежилете 11-килограммовым и в маске. Пойдем, разомнемся, пойдем, пойдем, разомнемся, пойдем. Мы через сколько начинаем? Мы хотим поразминаться чуть-чуть. Еще полчаса не надо. Супер. Так, ну что, Андрей, какие рекомендации? А как получалось во время тренировок? Никак. Не, ну я имею в виду, за пульсом следил, не следил, что ли. У тебя пульс, вот это. Не закисляться. Чем медленнее, тем лучше. Ну, как и в горы. Учили эти горы, вот это. Кажется, я сейчас быстро пойду. Не, 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 я знаю. Чем медленнее, тем лучше. Если остановлюсь за силой, там последних 10 минут можно чуть по темпу увеличить. И то незначительно, потому что это очень опасный синдром. За этими дверьми находится настоящий чемпион. Вот так готовятся чемпионы к бою на самом деле. Потому что все остальные на поле сейчас ожидают чего-то. Ну, смотрите, как. А диван же нам разрешат? Мы занесем по-любому. А там же как получится. Целое, целое помещение. Все, все куда-то убежали. Единственная футболка здесь висит. Анистрат. И все думают, кто он, где он. И никто не может понять. А вот он лежит спокойно, слушает музыку. Для тех, кто не понимает, что здесь происходит сейчас дикая зруба 2.0, типа называется. Будет делать бёрпи. Вот. И Андрей приехал. Один из участников этой всей истории. Будет две команды. Команда старичков и команда молодежи. Команда дедушек. Да. Андрей в команде дедушек. Поэтому я приехал именно болеть за него сегодня. Но это само собой понятно. Поэтому я надеюсь, что сегодня старички своей мудростью сделают свое дело. Было бы круто, если бы ты пошел, а у них все-таки анальты попросил. Маржа! Маржи! Дивиденты! 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 Дима, так я не уловил. Сколько ты отдал за всю эту историю? Чтобы сюда зайти? Первоначальные инвестиции были довольно скромные. То есть мы начали где-то 1150 долларов. Это просто именно в производственной мощности. Но процесс... Затягивает? Не то, что затягивает. То есть производственными мощностями не ограничивается. Потому что для того, чтобы эту куда-то замечательную воду разлить, нужно иметь бутылку или упаковку. И тут мы сталкиваемся с тем, что клише для производства бутылки можно произвести только в Швейцарии. Это у нас, да, в металлогической стране, где у нас криворожский известный металл стил расположен. И куча других комбинатов. Так вот форму мы изготовить не в состоянии. То есть мы вот такие вот катышки для производства чего-то можем сделать, болванки, а вот форму, где требуется какая-то минимальная технология, уже не можем. Поэтому ее надо заказывать в Швейцарии. Форма такая стоит 60 тысяч евро. Для того, чтобы докулить? Да, это просто клише, которое... На один дизайн. На один дизайн, да. На один дизайн, на один витраж. Причем это та форма, которая со временем истачивается. И ее нужно будет через какое-то количество миллионов бутылок заказывать снова. Потом мы сталкиваемся с тем, что большинство заводов изготовить приличную бутылку, там, где этот рисунок рельефный будет читаться, если ты заметил, бутылка у нас необычная. И кардинально отличается от всего, что было, есть, и возможно будет на рынке в ближайшее время. Это дорого. И заводов, которые могут вытянуть производство бутылки в таком дизайне, есть только один. Нужно купить пробки, этикетки и так далее. Бестоимость одной бутылки. На сегодняшний день? Да. Ну, это как бы такая информация... Не сильно публичная. Не сильно публичная, потому что нас смотрят многие владельцы и руководители директора заведений, в которых продается вода ОА, а также торговых систем. Хорошо, розничная цена. Поэтому они сейчас сразу начнут считать, сколько же я зарабатываю. Какая розничная цена? Розничная цена, например, в ресторанах Димы Борисова 35 гривен за бутылку, а в гостинице Интерконтиненталь 90. Чтобы с этой водой выйти на международный рынок, что тебе нужно? Огромное количество факторов, потому что просто иметь хороший продукт, это недостаточно. Есть целые регионы, которые испытывают дефицит хорошей воды. Это Китай, которые загадили 95% своих водяных ресурсов. И у них практически вся вода импортная. Это Ближний Восток, в первую очередь страны Персидского залива. Но там очень... Дело в том, что они очень сильно отличаются от нас ментально, и с ними очень тяжело о чем-то договариваться. Вот эта вода, которая есть вода ОА. Все, что мы не упаковываем в бутылки, не разливая, оно образует озеро. Вот здесь, по моим подсчетам, так на глаз, миллионов на 15 воды, которая пролилась мимо бутылки. Ты сам принимаешь решение, куда заходить? Да, исключительно. Исключительно. И по рекламе ты тоже сам принимаешь решение? В основном, да. Нет, у меня есть неплохие маркетологи, пиарщики, рекламщики. Вот, но какие-то глобальные вопросы, да, нам нет. То есть мы в этом году... Сейчас команда из скольких человек состоит? Всего? Если не брать персонал заводов. Где-то человек, наверное, 17. Человек 17, это включая менеджеров по продажам, директоров, маркетологов. Тебе опыт Хорики помогает? Ты имеешь в виду то, что у меня... Чаи, кофе, вода... Да, да, но это же не все знают, да, что вот эти все люксовые водные бренды и самый дорогой в мире чай TWG, сингапурский, это занималась поставка, да, моя компания. С точки зрения бизнеса, это вообще, честно говоря, ни о чем. Но это смешно. Почему? Да, ну потому что то, к чему мы привыкли на там фондов и на финансовых рынках, то это все, как говорится, один мой этот самый, да, это ремесленничество. То есть у тебя склад там по управленческой цене на полмиллиона этого чая, а выторг у него там 10 тысяч долларов в месяц, потому что сегмент у него очень узкий, это там 30 заведений люксовых, потому что он самый дорогой в мире, там 100 грамм чая стоит 600 гривен, понимаешь, для заведения. 30 грамм, да. Да, ну то есть это такая история. Нас очень много смотрят белорусов, казахов и особенно русскоязычные в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел, чтобы ты им какой-то месседж дал, может быть, кто-то захочет продавать ее, импортировать. Нет, мы всегда открыты к сотрудничеству. Мы гарантируем качество своей воды, считаем ее, что она не уступает лучшим мировым аналогам, является, в принципе, эталонной украинской водой, которая не подвергается ни физической, ни химической коррекции. Вот как природа ее выдает на горах, слабо щелочную, с ПАЖ 7,4, что, кстати, очень важно, соответствует ПАЖ крови здорового человека, вот так мы ее в бутылки и разливаем. У нас, кроме керамических фильтров, больше ничего нет. Мы туда ничего не добавляем, ничего оттуда не забиваем. Поэтому это и есть живая родниковая вода. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я вижу, что нам уже нелегко, и поэтому, ребята, давайте всех подбодрим наших. Минута 120-го. Андрей очень грамотную стратегию выбрал, в том, чтобы не закисляться, у него будет больше пульса 170. Убился по-настоящему, руки дрожат. Стратегия прошла нормально. Я планировал делать 15 раз и минуту-полторы отдыхать, восстанавливать пульс. В результате пульс поднимал до 172. Делал качественно, не халтурил. Сделал 357 или 362, точно, не знаю, наверное, 24-24 серии. Доволен глобально. Мы на монтаже посмотрим, кто как прыгал. Мне кажется, что я качественно прыгал. К сожалению, мы проиграли, но... Если будет третья заруба, если меня позовут, то я буду обязательно готовиться. Спасибо Альдару за помощь и содействие. Красавчик, без тебя бы я не справился. Вопрос от подписчиков. Когда будет интервью с Черняком? Знаешь, боишься, не будет.